здравствуйте дамы и господа сезон ловли лосося в разгаре мы уже ловили поймали много там за рыбалку ловим до 100 килограмм горбуши и киты за несколько часов ну и вам рекомендуем чтобы использовать мой опыт а также привлечь к вниманию сайта к своему сайту мы делаем этот ролик вот смотрите что ловят в основном горбуши на дальнем востоке в других местах две вещи блеснат османский дьявол а также на креветку с подсадкой кальмарчик вот он кальмарчик ничего тут такого сверхъестественного то есть ведь когда под разбушается иногда этих альмарчиков даже делали первоначально я знаю в детских шариков ядовитых цветов то есть такие шарики там гелевые флуоресцентные китайские вот их так резали дальше сюда подсаживается креветка тут сверху грузик и поплавок то есть большая поплавочная снасть на крупную рыбу типа заглушивать или там кижуч ну я бы вам рекомендовал конечно просто взять такой есть у меня на сайте универсальная вата утро фиолет на нее можно ловить там корюшку камбалу камбалу ну и лосося тоже то есть вы с какой берете вот эту вот вату берете крючок вот так вот вату отщипливаете вот вы отщипнули и вот эту вот лохматушку несколько раз накололи на крючок ну и дальше если вы хотите ловить камбалу то кидаете далеко в море с борта там под на сайте жив там какой-нибудь кусочек резаной рыбы если ловите там горбушу в речке можете так оставить можете там креветку подсадить для верности можете там подсадить этот ну если гольца икринку то есть вот вата шевелится привлекает внимание тут допустим икринка какой-нибудь голец кумжа подплывает прозлатывает чувствует креветку быть или там еще лучше икру и вообще все замечательно снасть прочная то есть вот вот видите я дергаю быть она не слетает все хорошо посадили раз ну слюнявится даже хорошо чем больше слюнявится тем больше привлекает внимание ну если вы поклонник спиннинговой снасти то одна из лучших наживок при ловле горбуши это лук блесна косманский дьявол вот они наиболее распространенные это розовая пандера вот она такая розовая с черными кольцами и номер 96 фиолетовая головка вот такая же розовая тут такие же черточки тут еще и дополнительная такая одевается вот фиолетовая головка считается что раньше все просили 55 сейчас все будет просим больше почему-то 96 ну чтобы не изобретать как бы колесо если на эти бусна пловится хорошо то я как человек практично решил что и стример для этого нужно быть для нахлыста не то мусовать а копировать на ту что наплевет для этого нам надо вот крючки их марок который вот форме креветок есть на нашем сайте большой номер почему большой в принципе горбушишь это же лосось а лосось как бы плюет ну это крупная рыба и крючок нужен крупные ножика должна крупная можно конечно я первоначально ловил на мелкие типа у меня таким так они назывались универсальные стримеры вот они сахалинские но из минусов что часто срывы бывают особенно при плохой подсечке и очень много мелочи то есть мелочь мешает ловить клеток всякая красноперка гольцы ма галец мальма это под каменка даже вот так таких размеров и она как бы не нужно ну вот берем одеваем головку текстрим вот они латунные головки которые ловят как заглубитель то есть я вообще не поклонник того что они там говорят что там сверху кто-то лосось ловит я не знаю я такого не видел я ловлю всегда заглубление дальше берем ниточку опять же итальянскую g-strong что такое g-strong это значит ну стронг это там g твердый вейт стронг это нить и она просто ну не перекусывается ни горбушей не китой то есть прочная надежная 50 метров стоит там рублей 150 на моем сайте уловтере припаять делали теперь озаботимся о фиолетовой головку фиолетовую головку я делаю из нового очень модного от рона фирмы текстрим фиолет и уэв это тот самый фиолет который вы делаете чудеса на курюшке на всем дальнем востоке на зубарю выручал многих при полном бесклёве я его также применил при ловле горбушек вот так вот взяли пополам потом развернули крючку то есть у нас надежно и вот этот где-то где-то сантиметра сантиметра полтора вот так вот отрезали так он свободно болтается это будет как бы подвижный элемент дальше я беру мехписа вот делать этот взял вот эти розовый ультрафиолет я его нашел вот это был ну как его девушки ходят там сотому телефону быть как он там не знаю шарик какой-то прибабахивается опять же я увидел привязываем это посередине вторую половину крючков вторую половину ниточек разворачиваю и направляю в сторону жалку все теперь если крючок большой нам нужна и синель большая вот синель фирмы Denville оригинальные надписи кто хочет прочитает кто не хочет позвонит на мой сайт все объясним сайту love-pipay.ru вот она толстая такая берем ее и к крючку заматываем вот тут возле крючка надо постараться чтобы побольше намотать чтобы как бы точкой опоры служила потом отправляем все в район где начало мушки к хвостику и обратно возвращаемся к колечку тут нет колечка тут заглубительной головки все теперь просто тупо блин ниточкой вот так вот обматываем по телу крючка и фиксируем этот как его фиксируем эту синель в процессе ловли выяснилось что у нас видите мушка длинная синель вот этот вот растянута по леске часто бывает что рыба вот так ее как бы сбивает поэтому мы сами ее сбиваем делаем еще два оборота и еще раз крепим то есть для повышенной надежности чтобы мушка не теряла форму там после там допустим сотой горбуши или там 50 кижича все очень простая очень но крайне уловистая мушка то есть ее попробовали же в багадане в мурманске на чукотке на камчатке на сахалине в архангельске летом зимой по по кольцу крупному по кумже по кижичу по семге везде крайне удовлетворительные в эти отличные отзывы вот прототип этой мушки был 96 тасман фиолетовая головка вот мы простым русским языком рассказали вам как сделать русскую мушку на которой будет ловиться русский лосось вы это все можете повторить можете на сайте зайти на сайт приобрести готовые изделия можете внести свои пожелания поделитесь опытом и вообще спасибо скажу ну некоторые мне скажут Саша ты говоришь что у тебя мушки русские российские ну у тебя там крючки японские мех там американский ниточки итальянские ничего у тебя русского нет ну хочу заметить что считается главным это место производства а не место производства даже место рассосовки а не место производства комплектующих идея моя а то что я собрал все лучшее в мире ну это тоже заслуга моя пользуйтесь и допустим танк Т-34 у него был прототип американский танк потом завод который в Харькове первоначальник собирал делали американцы станки которые на которых делали танк были выписаны из Англии а материалы для двигателя алюминий приходил к нам по ленд-лизу но тем не менее никто же не признает всех не говорят что там что так как у вас станки английские это танк английский или потому что алюминий был там американский все считают что танк Т-34 это русский танк слава нашего российского оружия вот одна из российских технологий вот мушка стример креветка заходите на сайт улов-припай делайте заказы звоните по телефону обращайтесь по ватсапу мы вам всегда ответим поможем расскажем вышлем до свидания о том о том